МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На карте области таких сюжетов предостаточно. Погнали на задок. Шаг вперед, два шага назад. Порой записаться в кадре, как продираться через тернии к звездам. То текст забудешь, то вокруг слишком людно, то одинокий прохожий все испортит. Бывает, даже сама земля уходит из-под ног. Но сложнее всего побороть собственные эмоции. В режиме жесткой экономии бюджет Липецк. Я сейчас соберусь. Нет, не собралась. Сел и поехал. Если забыть обо всех, но телевидение – это бескрайнее море возможностей и открытий, удивительных встреч и тем, раскрывающих творческий потенциал съемочной группы. Это тот случай, когда работа в радость. Липецкое время не стоит на месте. Липецкое время меняется и обновляется из года в год. В этом телесезоне самым главным событием стало появление в эфире шоу «Будильник». Совершенно новый формат утреннего шоу внес яркости и взбодрил всех. Но за легкостью и непринужденностью на телеэкранах стоит работа целой команды. Все, кто вне камеры, выходите, выходите сюда. Вся большая, добрая, дружная семья. Вот, где ваш шоу «Будильник». У ведущих утреннего телешоу дополнительные сложности. Когда за окном еще не расцвело, они уже должны быть причесанными, красивыми и, что самое трудное, бодрыми. Ну или хотя бы казаться таковыми. Вообще-то, конечно, непросто, но как бы банально это ни звучало, это, наверное, когда тебе нравится что-то делать, у тебя это получается легко. Ну, в данном случае получается легко встать, проснуться, добраться. Я просыпаюсь в 10.05. Главное блюдо любого телеканала – новости. Задача информационно-аналитического отдела – осветить все важные события в жизни региона. В новом телесезоне еще одно новшество. Появились новости часа, а ведение новостей стало парным. Здравствуйте, в студии Екатерина Мелехова. И Руслан Харсеев. Вы смотрите новости телекомпании «Липецкое время». Главная тема дня. В новом телесезоне уже полюбившиеся программы, но со своими изюминками. В простых радостях Александр Панов теперь рассказывает не только о рыбалке, но и о других увлечениях. Моя душа поет, она не может не петь у тех, кто любит гармонь. Мы сегодня находимся в Ельце, в мастерской по реконструкции и изготовлению рояльных гармоник. Ольга Звягина путешествует по городам и весям. Так красиво может снимать регион только один оператор – Владимир Корзинкин. Он же является членом Союза кинематографистов России. Буквально в нескольких метрах от Казанской церкви есть еще одно таллицкое чудо – святой источник. А вместе с Мариной Карасик продолжаем искать маму. Самая трогательная программа в этом году тоже обновилась. Кстати, за время ее существования на канале «Липецкое время» 21 ребенок нашел семью. Сегодня мы отмечаем день рождения. 12 лет в эфире. Этот праздник объединил всю команду, которая трудится за кадром и в кадре. И сегодня все поздравления именно для вас и для наших телезрителей. Я считаю, что для телевизорщиков самое главное – сохранить вот это чувство открытости и коммуникабельности. Я желаю своим коллегам, чтобы им встречались на пути только хорошие люди и попозже хороших новостей. «Липецкое время» не стоит на месте. Наш канал идет в ногу со временем. Раскроем маленький секрет. Уже совсем скоро вы сможете смотреть нас на своих смартфонах и в онлайн-режиме на нашем сайте lipecctime.ru. А пока – с днем рождения! Новых ярких эфиров и достижений всем нам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова